Здравствуйте! Мы продолжаем серию мастер-классов «Кошка на окошке». Мы уже сделали само окошко и кошку, сидящую на нем. Сегодня будем делать самое интересное – картинку за окном. Картинка может меняться. Кошка может видеть там зиму, лето, осень, день, вечер, утро, снег и дождь. И все эти изменения можно менять как декорации, меняя разные картинки. Попробуем, посмотрите. Вот солнце и облака, прекрасный погожий день. Весна за окном. Ночь за окном. Для того, чтобы менять картинки, не надо приклеивать их, а надо прикрепить их с помощью скрепок. Ну или, если вы любите снимать скобки степлера, то можно с помощью степлера. Это более надежно, но сложнее поменять будет. Кроме того, наше изображение можно дополнить тюлевыми занавесками. Вот так вот, прикрепив их, собрав их прежде всего, конечно, на какую-то нитку или на леску и прикрепив к раме окна с помощью степлера. Именно к раме, а не к картинке. Тогда это будет надежно. Ну вот, приготовимся. Для работы нам потребуется клей, простые карандаши, ластик, ножницы, гелевая ручка или фломастер темный, а также цветная бумага, кусочек белой бумаги. В моем случае я использую двустороннюю цветную бумагу, она удобнее. И когда мне не хватает цветной бумаги, я беру странички старых журналов, они тоже нам могут пригодиться. Работу мы начнем с того, что выберем цвет фона, то есть небо за окном. Вы можете для этого использовать готовую цветную бумагу, как я, либо вырезать что-то подходящее из журнала, или заранее раскрасить акварелью лист акварельной бумаги и подсушить в нужный вам цвет. Вот я выбрала такой ярко-синий цвет, и мы будем с ним работать. Ну вот так вот. Я хочу изобразить яркий солнечный день. Для этого мне понадобится солнышко. Солнышко у нас будет круглым. Солнышко будет круглым. Мне нужен кружочек. Можете от руки нарисовать круг или воспользоваться каким-нибудь круглым предметом. Например, я взяла такой стаканчик, чашечку. Она круглая. Смотрю, вот это будет очень большой кружок, наверное, для солнышка. Если хочу делать его с лучами. А вот тонышко будет, наверное, подходящим. Значит, тогда я ставлю его на лист желтой бумаги. Обвожу это карандашом. Вот так вот. И вырезаю по контуру. Вот так вот. Теперь я могу разместить его. Ну, давайте попробовать в этом углу разместить. Пока. Вот так вот. Мне нужны еще лучики солнечные. Их можно было нарисовать вот так треугольничками. Но я хочу вырезать самые простые прямые лучики. Вот. С кусочком идет с этой прямой стороны. Попробую. Итак, полосочка. 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 Теперь я вот так их отрезаю. Ну, и каждую полосочку могу сделать либо такую, либо сделать таким вот по диагонали треугольничком. Немножко разной длины они получатся. Но это даже хорошо. Где-то по длине, где-то покороче. Вот таким образом. Вот так вот мы нарезали их. И смотрим, как они у нас размещаются там. Сейчас мы приблизительно смотрим композицию. Потом, когда будем клеить... Вот пока поверх окошка накладываю. Понятно, что потом это будет под окошком. Смотрим. Угу. Часть лучиков слишком длинная. Вот можно обрезать. Длинный лучик покороче. Он сюда пойдет. Так. И какой-то еще покороче наверх. Вот. Ну, и вот еще два тоже сделаю, как видите, короткими. Вот так вот. Это если солнце проникает прямо вот в комнату. Можно оставить вот так лучше. А можно его убрать потом под раму окна. Теперь... Теперь мы подумаем, что еще может видеть кошка. Ну, может быть, облака. Облака белые плывут по небу. Для облаков нам понадобится кусочек белой бумаги. Их можно нарисовать и вырезать. А можно сделать в технике обрывного такого коллажа. Обрывной аппликации. Это когда вы просто вот так близко держите пальчики и отрываете пушистое облачко. Вот таким вот образом. Получается облачко более пушистым. И так, и так можно. Вот такое пушистое облачко у меня вот здесь вот прям плывет. И где-нибудь еще выше. Точно так же вы обрываете второе облачко, да? Так. Ну, вот второе облачко у нас готово. Вот посмотрите, вот оно такое пушистенькое получилось. А это облачко, наверное, так подряд нехорошо. Два облачка. Поэтому мы его куда-нибудь передвинем. Вот сюда вот, например. Так. Ну и что? Ну, самое интересное для птички. Птички для кошки это то, за чем она всегда следит. Облака могут плыть медленно, а птички летят быстро. Попробуем сделать птичек. Ну, птичку нарисовать несложно. Ну, посмотрите. Надо понять ее размер, но она будет небольшая, как вот, ну, чуть больше, может быть, головой кошки. Вот какая-то вот такая птичка у меня будет, да? Теперь я здесь рисую ее. Это кружочек, это голова. Вот так вот можно нарисовать крылышки, да? Или вот так, например, крылышки. И здесь вот так вот хвостик. Вот такая. Ну, клювик можно рисовать, можно не рисовать, можно потом пририсовать, когда мы будем ее уже клеить. Вот такая вот птичка. Вам видно? Хорошо. Тогда мы ее вырезаем. Скажите, зачем нам белая птичка? Белая птичка нам будет не нужна, мы сделаем ее цветной. Действительно, белая птичка нам будет, наверное, не нужна. Вот она будет слишком белая, видите? Мы сделаем ее цветную. Птичек может быть несколько, и чтобы вам несколько раз их заново не рисовать, я использую вот один такой белый шаблон. Я накладываю теперь его на цветную бумагу. Вы видите, вот можно на желтую, можно на розовую. Можно посмотреть. Но желтую, может быть, я не буду птичку использовать, у меня солнышко желтенькое, я возьму какой-нибудь другой цвет. Например, розовый. Вот, положила птичку. Теперь, как вы понимаете, я ее обведу карандашом. Видно? Вот так вот. Могу немножко увеличить при этом. Могу оставить точно такой же. Вот. Вот. Вот так вот. И вырежу это изображение. Ну вот, я вырезала из бумаги, из оранжевой и розовой двух птичек. Беленькая пока я сохраняю, мало ли мне захочется поменять цвет, заменить его или сделать третью птичку. И вот сейчас смотрю. Значит, сейчас я должна буду дорисовать глазик. ну, можно рисовать перышки, можно их не рисовать. Так, на хвостике. Вот. 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 Здесь тоже самое. Глаз обязательно. Пёрышки по желанию. Вот так вот. Поярче обвести крылышки птички и хвостик. Вот таким образом. Теперь смотрю, где наши птички у нас могут здесь лететь. Ну, вот. Как-то вот так, может быть, чтобы они пролетали. Ну, или ещё. То есть, вы подвигаете, вы посмотрите, где плывут облака, где летят птички. Надо, чтобы они летели высоко или низко. Ну, вот, в принципе, картинка готова, да? Теперь нам нужно всё наклеить. Это самое сложное сейчас, потому что, когда вы поднимете раму, сдвинутся детали. Поэтому я так чуть-чуть обведу карандашиком, где у меня что лежит, чтобы даже если они сдвинуться, место сохранить. Вот так. Так. Самое главное, если птички устраивают, да, наверное, потому что близко около солнца птичку делать нехорошо, оставим их обе на одной стороне. Не всю птичку можно обойти, а, допустим, только часть, чтобы сориентироваться где то самое место. Вот с солнышком сложнее всего, потому что, если я его наклею вот так, лучики попадают за окно в комнату, то я уже не смогу поменять задник. Солнышко приклеится навсегда и к небу, и к раме. Поэтому все-таки я сделаю солнышко вот там внутри, за окном полностью. Ну вот так вот я отметила места, где у меня лучики примерно. А теперь я аккуратно снимаю вот раму с кошкой. Лучки, естественно, отвалились, но это ничего страшного. Сейчас мы начнем все это клеить. Итак, для этого нам обязательно понадобится либо кусочек бумаги, на котором будем клеить, либо салфетка. Это обязательно. Берем клей, переворачиваем, например, облако. У нас отмечено место карандашка, где оно лежит. Поэтому мы вот так вот, смотрите, намазываю. Но обратной стороне у меня какой-то текст, это не страшно. Я брала бумагу из журналов часто. Вот поэтому обратная сторона нам не нужна. Вот так, облако раз. Хорошо промазываем края. Облако два вот здесь вот. И прижимаем. Так, птичка. Птичка раз. Вот. И вторая птичка. Здесь вот где-то. Так. Прижать как следует. разгладить надо будет бумагу. Здесь у меня облако не разглажено. Теперь можно дорисовать клювы птичек. Дорисовать можно гелевой ручкой, тонким темным фломастером, черным карандашом. Зависит от того, на какой бумаге вы работаете. Ну и солнышко. Солнышко. Сейчас пока лучики уберу. Так вот. И каждый лучик с обратной стороны мы промазываем. И приклеиваем. Ну вот я намазала все лучики. Теперь я их быстренько приклеиваю, пока они не высохли. Лучше, наверное, мазать и приклеивать по одному. Так. 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 Ничего страшного. Так. Следующий. Наверное, где-то здесь. Вот этот очень длинный. Ну что ж, поделаешь. Так. Придется немножко подрезать по длине. Чувствую, что ничего страшного. Сейчас подрежем, укоротим. Может быть, даже вот так вот. Вот. Лучше, конечно, было начать приклеивать самого солнышка с кружочком. Но я так испугалась, что у меня разбегут лучики, что я сразу схватилась за них. Вы не бойтесь, лучше сначала приклейте кружочек. Солнышко. Вот так же его надо будет намазать. Здесь очень хорошо надо смотреть за краем. Чтоб край был намазан клеем. И вот теперь мы это солнышко так намазаем сюда. Вот так. И разгладим. Можно с помощью тряпочки, чтобы грязными руками не пачкать. Ну вот такое-то у меня веселое солнышко. И теперь я могу взять мою кошку, которую я отложила в сторону, и поместить на фоне вот такого окошка. Какая-то деталь, которая у меня выступает, видите, да, вот лучка. Я ее срезаю. Вот. Вот такая окошка на окошке у нас получилась. Но я не буду приклеивать. Я могу это соединить скрепками, скотчем, степлером, если я хочу надолго это соединить. Или скрепками, если на какое-то короткое время. Потому что мне захочется через какое-то время этот пейзаж за окном поменять. Но на этом мы сейчас заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok